Лекция из цикла «Ультразвук в руках уролога. УЗИ почек, нормальная анатомия и аномалия развития». Но я думаю, надо начать с того, что анатомия почек крайне вариабельна. Поэтому прежде всего нужно определиться с самим понятием нормы. С точки зрения уролога, а мы, урологи, главные заказчики УЗИ, норма – это отсутствие болезни, отсутствие патологических изменений. Нам важно с помощью УЗИ поставить диагноз и определиться с тактикой лечения или убедиться, что проблем с почками нет и в услугах уролога пациент не нуждается. И в таких случаях, если мы не нашли камни или расширение ЧЛС или каких-то других важных изменений, мы просто напишем «патологических изменений не выявлено». Врачи УЗИ так практически никогда не напишут. Почему так происходит? Дело в том, что врачи ультразвуковой диагностики смотрят на это все несколько иначе. Они не принимают решений, не назначают дальнейшего обследования, не назначают лечения. Они видят свою задачу в описании заданной анатомической области, в нашем случае почек, зачастую слабо представляя, как эти сведения будут использованы урологом, к которому придет пациент после УЗИ. Посмотрите, вот эти два заключения, они далеко не из самых нелепых. Я специально взял типичные заключения, с которыми обычно каждый день приходят наши пациенты. В одном случае доктор увидел соленакопление, иногда даже описывают по УЗИ о повышении плотности мочи в лоханке, я такое тоже видел. А во втором случае, как вы видите, выявлено диффузное изменение почек, уплотнение почечного синуса. Другими словами, там, где мы, урологи, видим черное и белое, да есть проблема, нет проблемы. Врачи УЗИ видят 50 оттенков серого, чем весьма смущают как пациентов, так и в конечном итоге и нас, урологов. Смущают именно вот этими путанными, многословными протоколами. И что мы имеем в итоге? В итоге наши пациенты приходят к урологу, и у них, естественно, крайняя степень обеспокоенности своим состоянием. Да, посмотрите вот на этот комментарий. Нашли и диффузное изменение почек, и уплотнение почечного синуса, и повышение их агенности. И наши пациенты воспринимают это как диагноз, и, соответственно, ищут лечение. И урологи по всей стране тратят тысяч часов на то, чтобы объяснять пациентам, что никаких проблем у них нет, судя по этому УЗИ, и никакой уролог им, в общем-то, не нужен. В чем причина, почему появляются такие протоколы? Я бы выделил, наверное, три пункта. Во-первых, это неуверенность в своих силах и такое желание показать свою ученость, что ли. Напишу на всякий случай, вдруг я что-то пропустил. Как у меня когда-то, когда я ходил ругаться с нашими УЗИстами в поликлинике районной, врач-УЗИст сказал, ну я же что-то вижу, я же не могу написать, что все в порядке. И пишет множество на микролит 1-2 мм. Вторая причина – это так, в общем-то, ложно понимаемая профессиональная гордость. Наши коллеги считают, что нет здоровых, есть недообследованная. Да, поэтому врач считает своим долгом написать большой пространный протокол. Ну и третий – это, конечно же, такая логическая ловушка. Раз сделано УЗИ, то врач должен поставить диагноз. Он не считает возможным написать, что пациент здоров по итогам УЗИ. Я очень надеюсь, что эта лекция все-таки поможет нам более четко отличать норму от патологии. И в конце лекции мы еще обязательно вернемся к вопросу, как правильно писать протокол УЗИ, как писать такие протоколы УЗИ, за которые не стыдны перед коллегами. Но сейчас я постараюсь рассказать, какие бывают почки у здоровых, ну по крайней мере с точки зрения уролога, у здоровых людей. И начнем мы с методики исследования. Итак, мы укладываем пациента на спину. Практически никогда не смотрят почки в положении на животе, хотя я знаю таких докторов. Специальной подготовки для исследования не требуется. Требуется понимание того, что при переполненном мочевом пузыре мы можем увидеть расширение собирательной системы. Поэтому, чтобы, так сказать, в полусражение не забыть об этом, я, как правило, всегда сначала ставлю датчик на мочевой пузырь, чтобы понять, сколько там мочи, а только потом перехожу к УЗИ почек. Как показано на этом изображении, датчик ставится на подмышечную линию, ну классической точкой считается задняя подмышечная линия. Здесь, как вы видите, датчик поставили на среднюю подмышечную линию. Но мы в любом случае проводим исследование полипозиционно. Что это значит? Это означает, что мы с пациентом находимся в кабинете один на один, и вы можете ставить датчик абсолютно на любую точку, которая вам позволит максимально полно исследовать почку. Это может быть и через живот, и со спины, и через печень, и через межреберие. Главное, чтобы все участки почки вами были хорошо исследованы. При этом полипозиционное исследование подразумевает еще и возможность, естественно, не только менять положение датчика, но и менять положение больного. Вы можете положить его на бок, вы можете что-нибудь положить типа валика под него, под пациента, чтобы было лучше видно и так далее. Если есть регулировка на аппарате, а сейчас, как правило, такие регулировки есть везде, то можно поиграться с фокусом и с частотой датчика, потому что мы должны получить оптимальное изображение. Ну и помним, что чем выше частота, тем, естественно, лучшее качество изображения, но тем меньше пенетрация и наоборот. На многих современных аппаратах даже не сама частота меняется, а меняются режимы. То есть это может быть penetration, general и resolution, то есть разрешение. Дыхательный маневр позволяет нам опустить почку, чтобы она вышла из-за ребер и чтобы мы могли ее более в удобном месте рассмотреть. То есть просим пациента надуть живот. Я обычно говорю, сделайте как купол цирка, то есть наберите воздуха и выпейте максимально живот вперед, ну чтобы они не сильно, естественно, при этом напрягались. И мы должны при исследовании почек помнить о наличии слепых зон, что имеется в виду. То есть когда много пациентов, когда доктор торопится, он выводит почку по ребру, меряет ее размеры, убеждается в том, что там в собирательной системе нет камней, нет расширения и может на этом исследование закончить. Надо помнить, что по передней и по задней поверхности почки опухоли часто пропускают, и в области синуса почки. Поэтому вот эти зоны, они должны быть отдельно осмотрены. Передняя и задняя поверхность почки и область ворот. Почка во всех трех плоскостях расположена неправильно, скажем так, как показано на этом изображении. Мы видим, что верхний полюс находится ближе к позвоночнику, а нижний полюс чуть дальше, под градусом, примерно 15 градусов. Посередине мы видим, что ребро почки обращено к низу, и поэтому именно рекомендуется ставить датчик на заднюю подмышечную линию, когда мы выводим почку. И, соответственно, на правом изображении мы видим, что верхний полюс находится ближе к задней поверхности тела, а нижний полюс, он находится ближе к передней брюшной стенке. Но те врачи, которые делают УЗИ на регулярной основе, они даже не задумываются о том, как расположена почка, у них уже рука встает сама в то положение, где почка видна на и лучшем образом. В некоторых случаях даже дыхательный маневр не позволяет вывести почку полностью из-за ребра, поэтому приходится иногда делать вот такие картинки. Мы видим, что прямо посреди изображения у нас такая вот широкая жирная тень от ребра. Это возможный вариант. В некоторых случаях действительно почку вывести так вот красиво, как на картинке, не получается. И второй момент. Иногда настолько экранируется содержимым кишечника нижний полюс, что его тоже не удается визуализировать. Это тоже не ваша ошибка. Это особенность анатомии нашего пациента. Мы обычно выводим в продольной проекции, как показано слева. В этой проекции мы, соответственно, меряем длину почки, меряем толщину паренхемы. И можем также вывести почку в поперечном срезе. Кто-то считает это обязательным, кто-то нет. Но все зависит от ваших задач и от вашего желания. Если есть необходимость, можете вывести почку в поперечном срезе. В педиатрии площадь поперечного среза почки – это такой важный показатель. У взрослых пациентов мы, как правило, это не определяем. Я призываю пользоваться общепринятыми терминами, то есть не выдумывать какие-то свои, потому что эти протоколы потом становятся анекдотом, и не надо становиться посмешищем в глазах коллег. Поэтому давайте помнить, что у нас у почки есть верхний и нижний полюс. Есть три сегмента – это верхний, средний и нижний. Есть передняя и задняя поверхность почки. Есть латеральные и медиальные края. И есть область ворот почки. Кроме этого, существует деление на пять сегментов по ветвям, соответственно, почечной артерии. Как показано здесь, мы видим, что есть апикальный сегмент, каудальный сегмент, передний-верхний, передний-нижний и задний сегмент. Я хочу сказать, что я лишь раз в жизни видел протокол, в котором было указано, что у пациента киста, исходящая из пятого сегмента. Практически никто вот этой классификацией не пользуется, но, естественно, знать о ней нужно. Что касается характеристик почек. Ну, что касается эхогенности, там мы уже переходим непосредственно к ультразаковым изображениям. Считается, что паренхема почки, она должна быть идентична паренхеме по эхогенности печени и селезенке, или быть чуть-чуть менее эхогенной, как показано на правом изображении. Ну, в данном случае мы видим здоровую печень, здоровые почки. Почка окружена паранефральной клетчаткой, которая представляется более эхогенной при ультразвуке. Да, и если мы посмотрим на анатомическое строение, то мы увидим, что, ну, мы знаем, что почка находится в забрюшенном пространстве, и она окружена с двух сторон, ограниченная фасцией герота. Да, причем эта фасция герота, как правило, она не видна на УЗИ. Да, это вот здесь на рисунке так красиво показано, а в реальной жизни мы этого не видим. Но в некоторых ситуациях эти листки фасции, они хорошо визуализируются, и тогда мы видим вот такую картину. Да, мы можем это описать как гипоэхогенная паранефральная клетчатка, и такая анатомия, она достаточно редко встречается. Мы здесь видим изображения как ультразвуковые, так и изображения, полученные с помощью компьютерной томографии. И вот такая картина, она смущает врачей, и возникает, естественно, впечатление, что есть некий выпад, да, или есть какая-то жидкость рядом с почкой, и, возможно, доктор может подумать, что это проявление паранефрита какого-то. На самом деле, в отсутствии клиники паранефрита, в отсутствии воспаления, конечно же, мы такие грозные диагнозы ставить не должны, и мы должны понимать, что это просто вариант анатомии. Да, максимум, что мы можем сделать, это описать это в заключении как гипоэхогенная паранефральная клетчатка, ну и сопроводить картинкой, да, наш протокол. Измерения. Измерения все проводятся на продольном скане, и на самом деле нас в норме интересуют только две цифры. Это длина почки и толщина паренхемы. Вот эту картинку очень любят показывать лекторы из разных кафедр, да, чем она так вот всех интригует? Тем, что здесь авторы не только меряют толщину паренхемы, которую мы понимаем как толщину вот этого гипоэхогенного картикального слоя, но и отдельно меряют толщину кортекса, да, толщину картикального слоя, которую они определяют как расстояние от капсулы почки до почечного сосочка. В реальности так никто, естественно, не мерит, да, максимум, что мы меряем, это толщину паренхемы. Что касается длины почек, ну, опять же, повторюсь, анатомия крайне вариабельна, поэтому каких-то стандартных значений, конечно же, быть не может. В качестве примера из одного из учебников я взял вот такую табличку, да, где мы видим, что правая почка у мужчин где-то 11,3, а левая 11,5, чуть-чуть больше, у женщин чуть поменьше. Но в реальности мы, конечно же, должны сопоставлять размеры почек с размерами самого пациента, потому что если у нас есть женщина преклонного возраста метр шестьдесят ростом, то для нее восемь, восемь с половиной сантиметров это может быть норма, и это нормальные почки, и отсутствуют признаки почечной недостаточности. А для пациента ростом под два метра длина почек может быть и 14, даже 15 сантиметров, и это тоже его норма. Поэтому размеры нужно сопоставлять с размерами пациента. Каких-то четких вот таких цифр мы ожидать не должны. Что касается толщины паренхима, ну, вот здесь вот последняя строчка мне понравилась в этой табличке. Написано, что если мы видим, что толщина паренхима больше, чем 10 миллиметров, то, в принципе, это уже норма. Да, обычно мы говорим о толщине паренхимы в 15-18 миллиметров. При определении длины почки возможны ошибки, и такие пациенты у меня, к сожалению, время от времени появляются, у которых описывают гипоплазию почки, допустим, 7,5 сантиметров, а потом, когда я пересматриваю, оказывается, что это нормальная почка длиной 11,5 сантиметров, и, в общем-то, приходится пациента успокаивать, да, что на самом деле проблем нет. Почему так происходит? Ну, вот здесь показано на схемке, каким образом доктор может ошибиться, определяя длину почки. Поэтому, когда вы вывели почку в продольном скане, обязательно нужно датчиком поводить туда-сюда, повращать его вокруг его оси датчика, да, для того, чтобы найти то положение, в котором длина почки будет наибольшей, ну, и, соответственно, ее уже нужно будет и померить. Что касается кортикомедулярной дифференцировки, мы должны понимать, что в течение жизни, естественно, организм меняется, и почки в течение жизни тоже меняются. Поэтому, если мы посмотрим почки у, в данном случае, новорожденного, или почку у маленького ребенка, то мы увидим, что на вся гипоэхогенная, и вот такой четкой дифференцировки на кортикальной и медулярной свои, ее нет. Если мы посмотрим почку, вот здесь вот я взял 18-летней девушки, мы видим тоже, что уже у нас более эхогенное медулярное вещество в верхней части почки, а в нижнем полюсе мы видим также, что нету вот этой четкой дифференциации. С возрастом постепенно, конечно же, эта ситуация меняется, и вот здесь вот мы видим уже такую типичную в нашем понимании почку, ну, скажем, у 35-летнего пациента, да, когда у нас есть четкое понимание, где у нас кортикальный слой, где у нас медулярный слой. И если мы сделаем наше измерение, то мы увидим, что длина почки в данном случае 10 см, толщина паренхемы 14 мм. Ну, то есть это обычная нормальная почка. С возрастом постепенно происходит атрофия, да, почечной паренхемы, как показано здесь, с левой стороны, вы видите, подписано истончение картикального слоя по-английски. С правой стороны я взял вот пациентку 84-х лет, и мы видим, что картикальный слой у него истончен где-то до сантиметра. На фоне сахарного диабета мы можем увидеть еще более грубые изменения паренхемы, да, повышение их агенности, опять же, истончение картикального слоя. Ну, в данном случае это пациент с сахарным диабетом без почечной недостаточности. А на этом слайде мы видим уже пациента с тяжелой степенью диабетической нефропатии, с хронической почечной недостаточностью. Вы видите, что размеры почек уменьшены до 8,5-9,5 см. И, конечно, в таком случае в протоколе мы напишем сморщенная почка, ну, или вторично сморщенная почка, подразумевая, что причиной атрофии стал сахарный диабет. Ну, вот, таким образом мы с вами проследили, можно сказать, жизнь почки, да, от рождения до смерти, от почки новорожденного до почки глубоко, так сказать, больного пожилого человека. Но не всегда уменьшение размеров почки свидетельствует о ее вторичном сморщивании, об атрофии. Вот на этом слайде мы с вами видим две почки примерно одинакового размера, но в одном случае справа речь действительно идет о вторичном сморщивании, это атрофии почки, а с почкой, изображенной слева, это гипоплазия. В чем разница? Разница в том, что если мы посмотрим, не глядя на размеры, то мы увидим, что соотношение критикального и медулярного слоя в этой почке в левой, да, они вполне нормальны, то есть если бы мы не знали, что эта почка 6,5 см и просто увидели вот такую УЗИ-картину, мы бы сказали, что это нормальная почка, да, это вот как раз гипоплазия. В некоторых случаях почка в типичном месте отсутствует, да, и те врачи, которые годами делают УЗИ, они ставят датчик в обычное привычное место и буквально через пару секунд уже задают пациенту вопрос, что с вашей почкой, не было ли операции, говорили ли раньше, что почка отсутствует, нет ли у вас дистопии почки, да, потому что это очень четко видно. Ну, в данном случае на этом слайде мы видим, отсутствует правая почка, на правом изображении мы видим обычную картину, а слева мы видим, что между печенью и небольшой поясничной мышцы ничего нет. На следующем слайде мы видим аналогичную ситуацию, только с левой стороны, да, вот в типичном случае мы видим селезенку и прилежащую к ней почку левую, а с левой стороны мы видим селезенку и почка рядом отсутствует. Ну, и еще раз повторюсь, такая ситуация возможна в трех случаях. Во-первых, это действительно агенезия почки, рожденная отсутствия почки, а вторая это послеоперационная, то есть после нефрактомии, и третья это дистопия почки, то есть почка есть на этой стороне, она расположена ниже. Мы подразумеваем два вида дистопии, это поясничная и тазовая. Если комплекция пациента позволяет, мы можем с вами поискать эту почку, так сказать, опустившись датчиком ниже. Вот, и на этом снимке мы с вами можем увидеть тазовую дистопию, то есть когда почка расположена рядом с мочевым пузырем. На следующем снимке мы увидим при трансвагинальном исследовании матку и прилежащую к ней почку. Ну, это достаточно редкие ситуации. Таким образом мы с вами обсудили варианты эхогенности паренхемы, размеров почки, кортикомедулярную дифференцировку, проследили практически от рождения до смерти, варианты количества и расположения почек, а теперь давайте непосредственно перейдем к вариантам строения почек. Ну, и начнем мы с дефекта соединения паренхемы. Это такое вот гиперахогенное треугольное вклинение, скажем так, в почку, которое является следствием слияния, такого необычного слияния ренол, то есть почечек ренолы сливаются в одну почку. Обычно мы говорим о том, что во время триутробного развития развивается где-то от 9 до 12 ренол, который затем соединяется в одну почку. Ну, вот в месте соединения этих самых ренол мы можем увидеть вот такой вот дефект гиперахогенный. Вот здесь показано как изображение на ультразвуке, так и изображение вот этого дефекта при магнитно-резонансной томографии. Другим, гораздо более часто встречающимся вариантом строения почки является гипертрофия колонны бертена, или иногда пишут колонны бертена, или гипертрофия почечного столба. Это такое вот вклинение паренхемы почки в медулярное вещество кортикального слоя, то есть такое разрастание, так сказать, гипертрофия вот этого почечного столба, которое иногда бывает довольно затруднительно дифференцировать с опухолью почки. Но что нам может помочь? Во-первых, это эфогенность, то есть она одинакова у кортикального слоя и у этого образования. Кровоток также не изменен по сравнению с остальной паренхемой, если мы используем доплер, не нарушает это образование наружного контура почки, то есть не выбухает за пределы почки. Это все указывает на то, что это доброкачественное образование, но в любом случае, если есть сомнения, мы должны такого пациента направить на компьютерную томографию с контрастированием. На этом слайде мы видим аналогичную колонну бертина, но в продольном и поперечном срезе. В некоторых случаях это нам помогает, так сказать, лучше рассмотреть это образование. Варианты формы почки. Как я уже говорил, что у нас каждый почек состоит из некоторого количества почечек, которые затем сливаются, и обычная почка, она имеет такой гладкий контур, но в некоторых случаях у некоторых пациентов мы наблюдаем вот такую фитальную дольчатость или описывают почку как почка, имеющая форму тутовой ягоды. Второй вариант – это горбатая почка. Как правило, это левая. Иногда называют почечный горб, иногда называют вот это образование, показанное на правом рисунке, называют селезёночный горб. И на данном слайде мы видим, как выглядит эта горбатая почка на УЗИ. Видим правую почку обычной формы, а левую вот с таким локальным утолщением паренхимы, который придает почке такой вот треугольный вид, очень характерный. Это, ещё раз повторюсь, только для левой почки типично. Вот такая форма. Фитальная дольчатость. На данном слайде мы видим с вами рисунок и изображение почек при компьютерной томографии. Вы видите, что почки состоят как бы из нескольких маленьких таких вот долек. И как мы видим это на УЗИ? Мы видим почку с неровным контуром. Во-первых, это явление, как правило, двустороннее, поэтому есть смысл обратить внимание на строение второй почки контрлатуральной. И в любом случае, если есть сомнения, если вы подозреваете, что одно из этих выбуханий, скажем так, является опухолью, то мы должны направить пациента на компьютерную томографию с контрастированием. Удвоение почки также встречается нередко. Иногда это выглядит как просто паренхиматозная перемычка, как в данном случае на УЗИ изображения. Иногда это прям вот почкой, и рядом с ней приклеена как будто еще одна почка. Соответственно, может быть удвоение мочевых путей полным, как показано на крайнем правом изображении. Два мочеточника, которые доходят до мочевого пузыря. И неполным, когда у нас есть так называемый ОРТР-фисус, расщепленный мочеточник, то есть в виде буквы Y. Два мочеточника, которые в конце концов сходятся в один, и уже один мочеточник впадает в мочевой пузырь. Подковообразная почка. Медицина по уровню точности среди точных наук на втором месте сразу после богословия, поэтому если мы посмотрим в статистику, то мы можем прочитать, что встречается подковообразная почка у одного человека на 400 человек, у одного на 1000, у одного на 4000. По крайней мере, я вот в разных трех руководствах нашел совершенно вот такие разные цифры. Но в любом случае это нередкое явление, и оно очень такое характеризующее ультразвук вообще, потому что таких пациентов наши коллеги, врачи ультразвуковой диагностики пропускают. И у меня были и неоднократно были пациенты, у которых подковообразную почку не выявляли. На УЗИ описывали как две отдельные почки. Почему так происходит? Во-первых, потому что доктора привыкают к тому, что почку видно плохо, и если они ставят датчик, и видят, в общем-то, более-менее нормальный по размерам почки, ну, по крайней мере, 10 сантиметров длиной, то они уже расценивают это как на обычную нормальную почку. Что позволит нам с вами заподозрить, что у пациента есть подковообразная почка? Тут несколько моментов. Во-первых, как мы видим здесь на рисунке, эти почки немножко нетипично развернуты, скажем так. То есть, если в норме у нас почка лоханка смотрит немножко под углом вниз, то в данном случае эти почки, по сути дела, параллельны друг другу. Во-вторых, эта почка малоподвижна при дыхании, то есть это может быть таким косвенным признаком, который может нас насторожить. И самое главное, в подковообразной почке очень плохо визуализируется нижний полюс. То есть мы видим хорошо четко верхний полюс почки, а когда мы пытаемся вывести также четко, хорошо, красиво нижний полюс, то нам это не удается сделать. И если мы повнимательнее посмотрим, то мы можем увидеть истмус, то есть перешейк, вот это соединение паренхемы почек между собой в области нижних полюсов. Ну и на данном слайде мы с вами видим изображение подковообразной почки при компьютерной томографии справа. И вот такое шикарное изображение на фоне позвонка почки, вот именно в области перешейка по УЗИ. Но я хочу сказать, что вот так хорошо, так четко подковообразную почку, и вот перешейка, ее можно увидеть, может быть, раз в жизни. Чаще всего у нас пациенты с лишним весом, и чаще всего мы можем почку рассмотреть только со стороны подмышечных линий. И по средней линии живота, скорее всего, вот так вот вывести почку нам не удастся. Ну и вот это, наверное, самый главный слайд, касающийся подковообразной почки. Вот как раз то, что я говорил, когда мы четко, хорошо видим верхний полюс, и мы не можем четко вывести нижний полюс. То есть то ли он экранирован газами в кишечнике, то ли что-то там есть какое-то новообразование. То есть вот нет вот этого четкого завершения, четкого края почки. Да, вот на этом слайде очень хорошо это показано. Прекрасно. Вот. И в завершении хочу показать несколько совсем уже экзотических вариантов. Во-первых, это галетообразная почка, то есть когда две почки срослись и верхними, и нижними полюсами. Очень редкое явление. Здесь показан еще один вариант галетообразной почки. Можно назвать это S-образной почкой. Если мы откроем руководство, там интересные есть, кстати говоря, варианты. Есть L-образная, но латинская L-та и I с точкой, да, образная почка. Z-образная, то есть всякие вот авторы упражняются в алфавитных таких экзерсисах. Вот. Ну, конечно же, это встречается крайне-крайне редко. Вот. И еще одно явление – это перекрестная эктопия почки. В данном случае мы видим и пациента реального с такой почкой удвоенной, и рисунок, где показано, что почка у нас расположена справа, а мочеточники впадают в мочевой пузырь справа и слева, как и положено. Ну и, пожалуй, последний слайд, касающийся вариантов анатомии – это незавершенный поворот правой почки в данном случае. В данном случае правой почки. Почему я показываю не изображение ультразвуковое, а эскриторную урографию? Потому что мы видим, что лоханка почки развернута к нам, кпереди. И, соответственно, по УЗИ показать это как-то достоверно, так вот понятно, невозможно. Но когда мы с вами делаем УЗИ, мы видим, что лоханка почки, она не там, где обычно. Она обращена кпереди. И в таком случае, в заключении, мы можем написать аномалия развития почек, незавершенный поворот, правой в данном случае почки. Ну, а теперь давайте вернемся к тем протоколам, которые приносят наши пациенты. И, конечно, хит номер один, самое страшное проклятие для урологов в нашей стране – это несуществующие микролиты. Ну, в данном случае даже слово «микролиты» не использовалось. Доктор написал эхо-картина «Соленакопление в почках». Иногда встречается такая формулировка, как «Признаки мочекислого диатеза». Мы должны с вами понимать, что камни до 5 мм не видны. И на вот этом слайде, который я вам показываю, здесь представлены выдержки из четырех разных руководств по ультразвуку, американских, в которых написано везде, что 5 мм и больше. Это те камни, которые мы можем выявить с помощью ультразвука. Вот этот слайд я держу в виде картинки в компьютере на рабочем столе. И, поверьте, я ежедневно его показываю пациентам. Потому что каждый день приходят пациенты, у которых в почках нашли камни 1, 2 или 2, 3 мм. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас призываю, ни в коем случае не пишите, пожалуйста, не описывайте такие образования, как камни. Потому что камни до 5 мм физически невозможно определить с помощью ультразвука. Поэтому, если вы видите образование 5 мм или больше с акустической тенью, пишите признаки конкремента, описывайте как гиперэхогенное образование с акустической тенью такого-то размера. Во всех остальных случаях, пожалуйста, вот есть прекрасная фраза «Патологических изменений не выявлено». Вы можете это спокойно, смело написать в заключении. Ну и, наконец, как я обещал, я коротко расскажу, как надо оформлять протокол УЗИ. Вот есть несколько принципов, которые я считаю фундаментальными. Во-первых, это консерватизм. То есть нужно использовать только те термины, которые общеупотребительны. Потому что приносят заключение самых странных формулировок. И баллотация правой почки, я помню, было. Мы всем коллективом выясняли, что же такое баллотация. Потом решили, что это по аналогии с баллотацией надколенника, по-видимому, избыточная подвижность. И нефромегалия пишут, несуществующий термин. И недавно был пациент, у которого описывают почку, потом отписывают, что надпочек не визуализируется. Дальше написано «Параадреналовая клетчатка не изменена». Никакой параадреналовой клетчатки не существует. Существует только пара нефральная клетчатка. Вот поэтому, пожалуйста, пользуйтесь общепринятыми терминами анатомическими. Лояльность в команде. Ну, я всю жизнь делаю ультразвук сам, поэтому мне, слава богу, ни с кем договариваться не нужно. Но если врач-чужие работает в коллективе, конечно же, как писать протоколы, какие измерения нужны, на что обращать внимание, что описывать, что не описывать. Это предмет договоренности внутри коллектива. Настаивать на каком-то протоколе, который когда-то был дан на кафедре ультразвуковой диагностики, абсолютно ни к чему. Следующая честность. Ультразвук прекрасный метод, доступный, дешевый, безопасный, но он имеет целый ряд ограничений, которые связаны как с качеством аппаратуры, так и со свойствами наших пациентов, с их комплекцией, весом и так далее. Поэтому, если мы с помощью ультразвука не можем решить какую-то клиническую задачу, об этом совершенно спокойно можно написать в протоколе. То есть мы пишем, что визуализация затруднена, или интерпретировать, так сказать, увиденную картину сложно, любую формулировку. То есть для того, чтобы следующий врач, который читает этот протокол, понял, что этого пациента нужно или пересмотреть через какое-то время, или направить на более сложные, более точные методы исследования, то есть это компьютерная томография и магнитный резонанс. Лаконичность. Пожалейте следующего доктора, кто будет читать ваш протокол. Мне приносили протоколы, которые занимали по 10-12 страниц. Это абсолютно ни к чему. Четкость. Не должно быть двусмысленных формулировок. Это то же самое, как иногда наши коллеги-врачи лучевой диагностики пишут после КТ, что по данным КТ с контрастом нельзя исключить образование бочки. Вот так нельзя делать. То есть КТ с контрастом – это то исследование, после которого у нас уже ничего нет. И КТ должно либо подтвердить, либо опровергнуть. То же самое здесь. У нас не должно быть вопросов после прочтения протокола УЗИ. И последнее, самое главное – это правило трех секунд. В заключении я всегда много лет пишу все размеры. Я вам сейчас покажу, как выглядит это заключение. Обычно мое. Вы видите, что варикоцелле слева. Реаносперматический гемодинамический тип. Незначительно выраженные фиброзные изменения простаты. Объем простаты 27. Я обычно пишу, если остаточная моча. R-резидуал. R-0 или R-100 или R-300. Мочекаменная болезнь. Камень нижней чашечки правой почки 13 мм. Кисталь левой почки 45 мм. Это элементарный жест вежливости по отношению к тем коллегам, которые потом будут читать ваш протокол. Я считаю, что именно так должно звучать заключение. Со всеми размерами. А заключение, когда много-много букв сверху, а потом заключение кисты почек МКБ – это абсолютно неприемлемо. На этом, пожалуй, мы можем закончить эту лекцию. На всякий случай мои координаты указаны. Кто хочет приехать поучиться, кто хочет приехать познакомиться, кто хочет приехать на консультацию или получить консультацию по телефону, пожалуйста, можете написать мне на WhatsApp. Субтитры создавал DimaTorzok